Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Людмила. Продолжаю серию роликов о моих пустых баночках. Итак, в этом видео я покажу вам следующие товары. Дезодоранты. Покупала их на iHerb когда-то. У нас закрыт он. Заблокирован, в общем, доступ в Россию нет. Поэтому другие страны, наверное, могут при возможности заказать что-то оттуда. Так, дезодорант. Вот этот вот довольно популярный там был. Натуральный состав. Что один, что второй. Этот роликовый. Он считается самым лучшим там, по натуральности. Единственное, что ему нужно высохнуть немножко, намазать, в общем, подмышки и дать высохнуть тогда. Сначала он мне не понравился, а вот потом я как бы оценила его. Если он высохнет, он действительно спасает от пота, спасает от запаха. Ну, естественно, если он в тренажерный зал потом пойдет, конечно, не спасет, потому что состав натуральный. Здесь нету алюминия, но очень хороший, но дорогой на тот момент был. Для дезодоранта это, конечно, очень дорого. Здесь 89 мл. Real Purity, если я правильно произношу. И объем здесь маленький. 89 только. Он очень быстро у меня закончился. Но хороший, рекомендую, если увидите где-нибудь со скидкой. Так, далее. Дезодорант тоже на Айхёрбе брала. Бергамот Вайм. Это уже сухой дезодорант. Дезодорант и антипреспирант. Он без алюминия, вот даже написано. Бергамот Вайм. Тоже хороший, неплохой состав. Здесь натуральный, но мне понравился хуже. Потеешь после него. В общем, подмышки мокрые. И я бы сказала, даже остаются разводы, которые потом тяжело отстирываются. Поэтому больше я такой дезодорант не покупала. Но со скидкой тогда, на тот момент, я попробовать взяла. Но много хороших отзывов о нем было. Кому-то он очень нравился. Здесь 92 грамма. Далее. Розовая вода. Привозила. Точно не помню уже откуда. По-моему, из Таиланда. Не помню. Я таких... Вообще похоже на тайские иероглифы. Здесь, к сожалению, я смотрела, производитель не указан. Ну, тайские иероглифы, судя по почерку, шрифту. Ну, хорошая вода. Здесь натуральный состав. Я брала, вставила здесь дозатор и летом брызгала на себя. Ну, также можно использовать как тоник. Отличное средство было. И разбавляла маски им тоже. Хорошая водичка была. Натуральный состав. Далее. Это уже средство из Туниса. Крем для лица с кактусом. Такой кремообразный. Хорошее средство. Натуральный состав. 100 грамм здесь. Сейчас прочитаю, потому что фокусируется плохо. Обогащенный крем для лица с маслом опунции. Опунция это кактус. Активно омолаживает сухую вядающую кожу. Запускает омоложение. Восстанавливает, разглаживает морщины. Наносить на лицо, на шею 1-2 раза в день. Я смывала. Но здесь написано, нет такой информации. Смывать или не смывать. Потому что для моей кожи, как бы, у меня склонность к жирности кожи не воспринимала. И потом прыщики появлялись, в общем. А если, в общем, использовать, потом смыть через какое-то время, нормально всё. Поэтому могу рекомендовать. Это вот стоило на тот момент. Покупала в 19-м году. По-моему, в 19-м году. Или в 17-м. Не помню уже. Я несколько раз в Тунис ездила. По-моему, в 19-м. Так, далее. Средства на натуральном составе. Поэтому использовать быстро рекомендуется. Далее тоже из Туниса. От этого же производителя. Секрет Таласа. Крем для контура глаз. Хорошее средство. Но он очень экономный и быстро портится, потому что натуральный состав. Но отличное средство. Но отличное средство рекомендую. Можно использовать ещё как маску. Если пожирнее сделать. Крем вокруг глаз. Сальги на... Сейчас поближе посмотрю. Сальги кислотами. Питает, насыщает, увлажняет, стимулирует выработку коллагена и эластана. Здесь 50 миллилитров. Рекомендую попробовать. Так, далее. Покупала в Таиланде вот такой скраб для лица с магустином. Помню, что он был недорогой. И скрабик такой, знаете, лёгкий скрабирующий эффект. Бывают скрабы такие прям грубые. А это для чувствительной кожи. Вот тут даже остатки немножко есть. Такие вот маленькие скрабики. Маленькие-маленькие. Мне бы хотелось даже более скрабирующий эффект. Но подходит он для... И для очень чувствительной кожи. Поэтому рекомендую. Хорошо, кстати, очищает после душа. После распаренного лица. Ну, если распарить лицо после душа или ванны. В общем, хорошее средство. А дальше можно маску нанести. Или крем. Вообще, магустин считается мощным антиоксидантом. Это на самом деле так. Все его хвалят. Природного происхождения. Маленькая такая баночка. Но хватает его надолго. И вот такую маску покупала тоже, как ни странно, в Таиланде. Первый раз ее попробовала на iHerb покупала. А потом случайно увидела на рынке в Таиланде. В Паттайе. От фирмы Елизавек. Производитель. Мелкие пиги. В общем, хрюшка. Кто помнит, раньше супер популярная была эта маска. В общем, она наносится как глина. Глиняная такая, жидкая. Засыхает. А потом, ну, начинает как будто бы засыхать. А потом она пенится начинает. И становится такой. В общем, можно ее смыть спокойно. Вот за счет этой пены, как бы, идет ощущение. Хорошая маска. Мне она нравилась тогда. В Таиланде она дешевле была, чем на iHerb. Я удивилась тогда, что купила сразу, конечно. Напробуем. Еще раз. Хорошая была масочка. Дальше мыло. Коробочки вот у меня сохранились. Вот такое хорошее мыло. Костильское. Черное мыло. Я покупала его на сайте iHerb. Мадрелапс. Популярная фирма. Возможно, еще где-то продается в магазинах. На сайтах. 141 грамм. Большое мыло. На него, помню, акции даже часто были раньше. В общем, отличное черное мыло. Его можно было использовать как... В общем, мылить мочалку. Отлично мылилось. И можно лицом мывать. Хорошо очищает, подсушивает прыщики. Убирает, допустим, летом, когда жарко, она подсушивает. И лишний жир, в общем, сальце, остатки сала убирает пыль уличную. Поэтому хороший там натуральный состав был. Дальше мыло оливковое. Хорошее мыло. Но, честно, не помню, где покупала. Здесь нигде не написано. Везде посмотрела. Такое квадратное мыло. Но очень хорошее, помню. Мне оно так понравилось. В Тунисе такие квадратные часто продают. В Тайваньде. В Индии тоже продают. Вообще очень много разных производителей. Даже разных других стран продают в разных странах тоже. В Индии много очень арабских каких-то продуктов, косметики. Американских, тайских. А в Таиланде очень много корейских, индийских и так далее. Корейских, японских. Часто много разных видела. Далее. В Таиланде покупала. Производитель Кокланд. Это очень известная там фирма в ПТЕ. Натуральный состав. И считается одна из лучших у них. И недорогая. У них маленькие шампуни еще есть. Кондиционеры для волос. Прям супер натуральный состав там. И не раз... Бывает у них, в общем, какую-то фирму другую рекламируют. Ну, я составы тогда смотрела. Плохие составы, в общем. А вот эти составы я читала, сама помню, в магазинах у них. Очень хорошая. Это в данный момент умывалка. От Акне. И контроль, в общем, масла. В общем, для жирной кожи. Очень хорошая умывалка была. У меня надолго ее хватало. Смело могу рекомендовать. Увидите, купите. У кого кожа склонная к жирности. И шампунь у них супер. Дальше. Давайте сразу пройдем. Тоже тайский вариант. Так. Это у вас как раз шампунь. Тоже натуральный. Тоже у них известный. В Таиланде. Это шампунь считается от облысения. Помогает отрастить волосы. Нарисован мужчина, но потому что считается, что мужчины высеют больше. Ну и вообще можно как использовать средства. Если у вас там начали выпадать сезонные волосы, можно использовать. Не сильно пенит. Потому что здесь натуральный шампунь. Натуральный состав. Поэтому у меня расход был большой на длинных волосах. Ну, хорошее средство. Мне оно нравилось. Ну, здесь единственный маленький объем. Тоже продается много в интернете это средство. Это чистый тайский продукт. 250 миллилитров пластиковые бутылки. В принципе, удобно вывозить из страны. Дальше вот такая маска для волос. Тоже покупала в Таиланде. Черная она. Продукт Таиланда. Так. Для темных волос, глубокое питание, ускорение роста, укрепление волосяной луковицы. Извиняюсь. Уменьшение выпадения, восстановление структуры волос по всей длине от корня до самого кончика. В составе вода, спирулина, экстракт масла, семян черного кунжута, экстракт цветков анчана, экстракт гриба. Ну, грипрейша, линчжи, масло оливы европейской, токоферол, ацетат, уголь бамбуковый, ну и так далее. И немножко что-то еще. В общем, без парабенов и сульфатов написано. Сделано в Таиланде. Хорошее средство, помню, тоже было. Спирулин очень полезный для организма и для волос. И кунжут. Поэтому рекомендую попробовать тоже, если увидите эту маску. Хороший вариант, но для темных волос. И вот такая еще маска, тоже черная. Тоже покупала в Таиланде. Вот она черного цвета. Жиденькая такая. Здесь, ну, большой объем тоже. Здесь, к сожалению, уже не видно, из чего это сделано. Но помню, тоже она была черной и со спирулиной, по-моему. В общем, тоже хорошая маска, поэтому вот не выкинула, показать. Будете в Таиланде, попробуйте, для темных волос купите. И последнее в этом видео покажу. Это гель для душа. Это гель для душа. С витаминной. С экстрактом маракуйи, абрикосовых косточек, виноградной косточкой, экстракт клюквы. Не содержит СЛС, парабенов и силиконов. Органический. 350 миллилитров. Не помню уже, где покупала. Мне кажется, в золотом яблоке. Неплохой гель для душа, но маленький объем здесь. 350 миллилитров. Быстро заканчивается. Он такой светленький. Тут, по-моему, даже что-то осталось. Вкусно, приятно пахнет. Ягодами какими-то. Такой запах. В общем, не супер насыщенный, так скажем. Не въедается прям. Бывает жутко вонючая. А этот нормальный такой легкий оттенок. Обладает противовоспалительным, регенерирующим и тонизирующим действием. Помогает сохранить молодость. Избежать потери влаги. Упругости и эластичности. Ну и так далее. Здесь клюква. Маракуйя. Еще в составе виноградной косточки. Это все мои товары, которые я хотела в этом видео вам показать. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мои каналы. У меня еще очень много пустых баночек. Буду их в течение какого-то периода снимать и выкладывать. Надо все-таки когда-то расхламить все, что у меня есть на балконе. Все, всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok